Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека, он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Итак, в России ежегодно 3 сентября отмечается особая дата. День солидарности в борьбе с терроризмом. День 3 сентября неразрывно связана с ужасающими событиями, прошедшими в Беслане с 1 по 3 сентября 2004 года, когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе номер 1 погибли более 300 человек. Среди них были 150 детей. Ежегодно по всему миру от террористических актов погибают мирные люди, которые заслуживают памяти о семье. Так, в день солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября люди вспоминают тех же террористических актов, чтут их в память. Также скаклят от сотрудников правоохранительных городов, которые подобные свои службы стали на защиту мирного населения и героически погибли в борьбе. День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует изменение государства и общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм. Важно знать, что терроризмом стоит не только бороться, но и нужно предупреждать его развитие и распространение. Именно в день солидарности в борьбе с терроризмом люди собираются вместе, доказывая, что они единое целое, одна страна, один народ. И у терроризма нет будущего. И у нас в гостях сегодня Гречуха Любовь Васильевна, заместитель председателя Совета ветеранов Центрального аппарата УГД, председатель Совета ветеранов управления организацией материально-технического обеспечения зуберных мест, председатель комиссии по проведению патриотического воспитания молодежи и шестерской работы Совета полковник внутренней службы подставки. У нас в гостях Папо Александр Федорович. Папо, не смотря на службы подставки, учащий в воевремя институте в Чечне, в Северной Ассии, в Трибалтике, огражден кортиком от Министерства. Я предоставляю слово Любовь Васильевне. Спасибо. Дорогие друзья, учащиеся, советователи школы, сегодня действительно день вспоминаний. И вы, поколение молодое, должны знать, что терроризм, он захватывает любой возраст. Ведь были взрывы в Москве, когда 17-летняя девочка погубила себя и погубила 50 человек. Это в метро взрыв был. Сколько было еще ранено. Сейчас очень много вы, поколение современное, продвинутые, как вы умеете говорить, и говорите между собой. Вы читаете много в интернете различных статей. Там много и такой информации, которая до ваших сердец не должна бы доходить. Но вам это всегда нравится почему-то. Так было, есть и будет. Что я хочу сказать. Я много внимания не буду заострять на том, на терроризм, потому что Александр Федорович, он достаточно реально, плотно, с примерами расскажет, и как участвовал он, что он видел, и насколько опасен. Вы много читаете, вам много говорят преподаватели об этом. Точно так же и заведующая по учебной части сейчас доложила об этом мероприятие. Я хочу сказать следующее, что мы ветераны, наше министерство внутренних дел, в частности управление материально-технического обеспечения, что это такое? Это управление обеспечивает всеми видами довольствия контингентов, или как сказать, личный состав, чтобы вам понятно было слово «контингенты». Это милиция, войска, тюрьмы. Вот такого плана. То есть мы обеспечим всем помещениями, транспортом, продовольствием, вещевым имуществом, самолетами, вертолетами, связью и так далее. Горючим с молочными материалами. И вот тогда, когда начинались боевые действия, наши участники принимали непосредственное участие. Это в Чечне, а еще ранее, и в Афганистане, когда России помогала помощь. Вы знаете одно, что Россия могущественная страна. Мы смелые, здоровые, храбрые люди. И из поколения поколения, взяв, например, тот момент, когда была Первая мировая война, Вторая мировая война, победил, что патриотизм, силу душа и единственное то, что уметь выжить и быть сильнее. Итак, Александр Федорович Пахомов сейчас вам расскажет, как было тяжело в те серьезные, далекие годы, 1995 год. Это началась первая акция чеченских событий, когда такой же терроризм, боевики шли, уничтожали мирное население и так тяжело заставалось солдатам, офицерам. Ребята, срочные службы, это 17-18-летние ребятишки, они шли к такой же бою, защищая их стали этих боевиков по лесам, по горам, по неизведанным местам, где одомы их ждали мамы, папы, бабушки, дедушки, сестры, братья и так же переживали учителя, которые их многое учили. К сожалению, многие погибли. Вот Александр Федорович сейчас достаточно просто вам все рассказывает. Поэтому, ребята, терроризм, надо знать, надо знать, как защититься от него. У вас, наверное, сегодня будет и в роликах что-то, да, может, парни из сотни на нем, да, ролики будут покатывать насколько. Вот, поэтому, пожалуйста, я хочу сказать следующее, что работа органов внутри их зем, правоохранительных органов, очень сложная и трудная. Вы, здесь, как я при этом не представляю, в зале шестого класса по 11-й, а 10-й это уже достаточно взрослый год, и каждый из вас кто-то определился, куда, кто пойдет, дальше учиться. Я вас, как бы, профориентирую, можете пробовать, учиться, пойти учиться в учебные заведения Министерства внутренних дел, у нас есть университеты, у нас есть средние специальные заведения, где много интересных должностей. Если что, нужно быть подробнее, кому-то всегда спишемся, всегда подскажем, да и, собственно, обращайтесь в свое управление внутренних дел, и так все расскажем. Итак, передасту. Спасибо большое. Ребята, мы узнали, что у нас пакеатическое мероприятие не проходит безхимно, да? Разрешите наше мероприятие считать открытым и включить, попрошу к ним. Всем здание. Субтитры создавал DimaTorzok 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 для внимания на экран. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Врачи. Спасибо. Врачи. Врачи. Он почти не мог. Участливается. Собстань. Врачи. Врачи. Этоness безумно. Врачи. 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 Это зараза к нам пришла в нашу страну, в 90-е годы. До этого она распозвалась в 55 стран. Совершено 65 тысяч терактов. Это Ирландия, это и Африка, это и Южная Америка. И, к сожалению, все к нам ближе и ближе, это Европа. И ведь террористы, это верные люди, которые руководят этим делом. Это не бестолковые куклы, закончившие университет, обладавшие языками. Потому что, чтобы привлечь в свои ряды людей на свершение этих актов, на эти подлые акты, нужно просто иметь знания. И знания большие. Ведь посмотрите, как меняли формы проявления этих террористических актов. Самый страшнейший, это если вы помните, я не сменилась, помните, это 11 сентября в Америке. Когда самолеты Всемирного торгового центра разрушили одно здание Пентагона, погибло самое большое количество людей, 2600 человек. Ведь сидели за штурмами самолетов обученные люди, не важно какой они национальности. Помните, это Аль-Каида сначала проявилась. Организаций этих много. И вот, обобщая, я поведу вас к единой мысли. Надо обязательно хорошо учиться. Я вот сейчас вспоминаю свою школу. Заканчивал я школу в Москве 591. И думал, да, в старших классах, это касалось, у нас мы тогда уже через 10, 9-й, 10-й, но не нужна ботаника, уже не нужен русский язык. А оказалось, в жизни все очень нужно. И та же ботаника, и русский язык. Потому что даже в лесах Чечни, чтобы срубить правильно дерево, сделать насилки, надо знать, что прогнется, что сломается. Казалось бы, мелочь. А русский язык, надо писать письмо любое, просто как тебе ничего не дадут. Не патрон, не так далее. Надо написать письмо, заявку и так далее. Надо писать, надо уметь писать. Поэтому не теряйте время слушать своих учителей. Я до сих пор с добротой вспоминаю своих учителей и классную руководительницу Владимира Борисовна Крылова, и учительницу истории Надежды Павловны Васильевны Троу, хотя закончил я школу в 69-м году, естественно, в том веке. И вот, казалось бы, мы с Любой Васильевной работали, служили, мы служили, они работали в одном главке, в толовом обеспечении, да. Но без тыла, без тыла не будет и атаки. Ведь и солдата, и офицера, и прапорщика надо одеть, надо дать ему оружие, надо его накормить, надо дать ему средства связи и так далее, и так далее. И все это делал наш главк. И вот когда эта чумовая зараза пришла к нам в нашу страну, вот сейчас рефиканская, страшнейшая по поводу Сланова, это были ваши такие же ребята, ваши сверстники, которые вошли из них. Но это не люди, которые готовят и разные формы. Заметьте, в Европе что стали творить? То автобусы вы видели в Лондоне, в Париже, машины грузовые дают людей, но дергают, повторяю, исполнителей, те, которые умнейшие люди, которые получают деньги с западных стран, с тех же Соединенных Штатов Америки. И пока мы не убедим эти страны, что нужно действительно объединиться и бороться, пока эта черная зараза будет, к сожалению, входить. А я вам хочу один пример привести своего товарища. Не за награды и не за звания боролись и выступали. Правильное название вы знаете, что в Чеченской Республике была контролистическая операция по уничтожению и терроризму. Ну а проще говоря, наверняка родители ваши, кто постарше, ребята, как-то соприказались. Это чеченские две войны. Хорошо, слава Богу, что они закончились, но поколения мы потеряли много. Потому что чеченские ребята, когда едешь... Я был дважды, но я был во второй кампании. В 1995 году я не принимал участия. А вот 2000-2001 пришлось дважды выезжать. Командировки были по три месяца. Кто-то уезжал и на полгода по службе. Вот едешь на батареере, да? А вот ваши следствия стоят и показывают. Я в тебя стреляю. Ну ты же ему не ответишь. Ты же не будешь в него стрелять. А стоят за поворотом, стоят уже и с автоматом и так далее. Это все надо видеть. И наш президент сумел реломить ситуацию. Я просто помню, какой грозный был, когда наводили порядок. Но Сталинград там не стоял рядом. Но сейчас это просто шикарнейший город. Шикарнейший город. И такие же ребята-сверхники, слава богу, учатся и приносят пользу уже нашей стране. А вот пример я вам хотел привести так очень. Почему надо, говорю, добавок, учиться? Вот мой товарищ, который, он москвич. Но по роду, я сейчас его назову, это Станислав Михайлович Волочков. Слава богу, здравствуйте. Тоже полковник. Он заканчивал школу в Новосибирске с золотой медалью. Потом закончил Московский инженерно-физический институт. То есть стал грамотнейшим специалистом, инженером. Попав в систему, он был в Главном разведном управлении Министерства обороны. Дошел до должности командира батальона. Принимал участие в секретных операциях за границей, далеко за пределами нашей страны. А потом попал на службу к нам в систему МВД. И был зав. лабораторией в научно-исследовательском институте спецтехники и связи. Специалист высшего класса по взрывному делу. Иван, будучи в Пятигорске, в командировке. Кто, наверное, помнит, там был взрыв на рынке. Унесло там жизни порядка 60 человек. Была заложена вторая бомба. Ее нужно было обезвредить, прошу прощения. Старайтесь, поэтому все эти счеты. Те, которые саперы, не успевали приехать. И пошел он. А ведь бомба-то лежит. С проводами и так далее, непонятно, как она взорвется. То ли по телефону сигнал поступит, то ли стрельнут на нее, то ли она сама по времени. И вот он без бронежилета, без силы, пошел и выйдет. Остался жив. Представляли его звание Герой России, но он отказался. Он сказал, я за это не получу. И мне это не нужно. Да, отказался. А присвоение самому высокого звания. Но государство, оно заботится о своих служащих. Ему дали четвертую компанию. А Герой не отказался. И вот, смотрю на вас. И тем, как сюда приехать, к вам. Да, естественно, лучше было бы прийти в форме, с орденами, с наградами. Они есть, и у любой фасильной целой, и у меня. Но не за награду, повторяю, не за звание. Мы служили и служим. А конкретно для ребят покажу свою, считаю, близкую, самую для меня дорогую награду. Это вот офицерский кофе. Холодное оружие в МВД, Министерство обороны и так далее награждает. Это повелось в нашей стране, да и в общем, в других странах, что за заслуги, за определенные моменты выполнения боевых задач награждает именным оружием. Если огнестрельным, то пистолет, он сдается после ухода из жизни. Награжден, он сдается. А я даже попросил, не надо мне пистолет. Он стреляет, внук возьмет. Или будет свой крест-то большой. А в корте он остается на месте. И вот за одну вот здесь выгрыбленную по фуму от Европы России 9 ноября 2001 года. Не нужны здесь никакие аплодисменты, потому что вот эта чумовая зараза, чумная, она никому не нужна. Момент по, не сомневаясь, у вас старшеклассники, наверное, с 8-го, с какого класса там идет урок, как он правильно называется, общественная безопасность? Основная безопасность? Основная безопасность? Да. Какого класса? Семного. Вот внимательно, внимательно, обязательно, казалось бы, все понятно. Вот это жизненность, что мы все знаем, как, чего и так далее. Я вас только к одному призываю. Не нужно должного героизма. Не нужно ничего самим делать. Ваша задача сообщить, сказать старшим. Хоть маме, папе, хоть учителям, хоть директору школы. Потому что в метро вы видели, такие же, опять же, как вы и мы едем. Ведь чем они опять страшны, эти негради? Они же на все направляют свои террористические акты против незащищенных людей. Это и самолеты, вы знаете, и троллейбусы, и метро. Поэтому, пожалуйста, я закончу. Я могу закончить очень быстро. Потому что, почему я приехал, я просто скажу, ребят, и мне приятно увидеть ваши глаза. Порода служеб, казалось бы, толовая. И мне пришлось работать с детьми. Я был начальником пионерлагеря МВД СССР в Малорославцеве на 400 детей. И потом был начальником пионерлагеря МВД СССР в юности в Анапе тысячи детей. И вот эти родные лица я запомнил и рад именно встрече с вами. Потому что тот осциллограф, который никогда не даст соврать. Можно вопрос задать? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а вообще проблемы терроризма, ее вообще терроризм устаренить можно? Можно. 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 Но для этого объединения нам можно. Я свою точку зрения не скажу. Сумеем мы убедить Китайскую Народную Республику, что мы повлияли на Соединенные Штаты Америки. Финансирование ведет от них. Ведь им удобно. Заметьте. Вот у них произошли эти страшные акты. Они себя обезопасили очень хорошо. И к себе океан моря. У них же нет этого эмигрантского нашествия, которое пошло на Европу и разрешили. Вы помните вопрос достаточно глубокого политического... Да, это политический вопрос. ...воспитание, наверное, чтобы сплотиться все вместе и знать, что там терроризм как раз вспоминается. По крайней мере, самое основное, что наше руководство и наша сторона мы здесь не допустили. Они, к сожалению, видите, случаются. Но бдительность... Вспомните, когда в Москве взорвали два дома... Еще, ребята, не было в памяти. Это, насколько я помню, 96-й, 98-й. Чтобы это не повторилось. Да, да, чтобы это не повторилось. Ведь тогда начали... Просто ведь сделали все. Не только в Москве. Стали дежурить родители и взрослые. Внимательность, аккуратность, бдительность. Все это уйдет. По крайней мере, заметьте, в Чечне мы прекратили финансирование. Ведь там ведь не только чеченские боевики и террористы. Там же были и из Африки, и откуда только наемников было много. И тем не менее победили. Процветающая республика. Там сейчас у нас самое страшное на юге – это Дагестан. Дагестан. Не там, не в чем порядок. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры делал DimaTorzok Я приглашаю на сцену субтитров, которые в большинстве творения показывают, показывают солидарность своей, в большинстве родителей. Взрыв, критик, стоны, бой. И это те, кто жив остался. А те, кого забрала дать, их нет. Ушли, не попрощавшись. Не долюбив, не додыша, не дожив просвета палы. Из-за кого-то, кто-то исправил, на Божий суд людей отправил. Бог справедлив, Он их простит. Их нет, и мы, ушли в азики. Вот так вот просто террорист, Рванул кольцом, отдал их смерти. Сперва доставит, матерей, Вдруг посидевших за минуты. С поникшей головой друзей, С плитой и скорбным не забудут. Не может быть жестоким мир, Для жизни создан понимание. Но не в гармонии мы с ним И сеем войны и страдания. Взрыв, критик, стоны, боль. И это боль по всей планете. Но тем, кто верит и живой, Мы с этим справимся все вместе. Мы дети этой страны, Дети этой эпохи. Хотим жить без войны, Без страданий, Без боли. Хотим жить, хотим жить не боясь, Не метро, не в арзалах, В школу вновь терапевти. Не хотим слышать зал. Детям детство нужно, А не бомбы и взрывы. Мы страдаем за что? Будьте вы справедливы. Хватит бомбы взрывать, Убивать без причин. Хватит кровь проливать, Ведь вы же мужчины. Но великий народ, На огромной планете, Не допустим террор, Будут счастливы дети. Проклинаю террор, Руки брошь от нашей планеты. Террористам отбой, Это наша ответ. Над батюшкой домом Жаловый рассвет. Солнце взошло, А их больше нет. Мирные люди Уснули навек. Это все сделал не сверь. Человек, Женщины, дети и старики, Пали от проклятой этой руки. Болью и скорбью Помнятся сердца. Дом, ты не видел Кошмарной конца. Птицы щелечут, Приходит рассвет. Люди, поймите же, Их больше нет. Нет, и не будет уже никогда. Память о них Пронесем сквозь года. Спасибо всем за внимание на это наше мероприятие. Была бы наша Родина Богатой и счастливой, Ведь выше счастья Родины, Нет выше ничего. Была бы наша Родина Богатой и счастливой, Ведь выше счастья Родины, Нет в мире ничего.